Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Президент Владимир Путин включил в состав Госсовета России главу Самары Елену Лапушкину. В него вошли 8 губернаторов и 2 городоначальника. Получил знания, примени их в жизни. Том 182 по улице Новосадовая преобразился благодаря активной жизненной позиции его жителей и знаниям, полученным ими в рамках проекта «Мой дом». Сколько детей учатся в самарских школах искусств и многопрофильных центрах, где можно подобрать для ребенка подходящее занятие? Развитие сферы дополнительного образования обсудили на совещании в администрации Самары с участием главы города Елены Лапушкиной. Президент Владимир Путин включил в состав Госсовета России главу Самары Елену Лапушкину, подписав указ об изменении состава участников Государственного Совета Российской Федерации. В него вошли 8 губернаторов и 2 городоначальника, в их числе глава городского округа Самара Елена Лапушкина. Утверждение мэра областной столицы в составе Совета стало возможным в том числе благодаря рекомендации губернатора Дмитрия Азарова, который сам является членом совещательного органа при главе государства, возглавляя комиссию по направлению культура. Напомню, Елена Лапушкина в органах местного самоуправления трудится с 1992 года, проработав много лет в администрации железнодорожного района городского округа Самара, в 2013 году возглавила его. С 29 марта 2017 по 13 февраля 2018 года Елена Владимировна входила в состав Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления. В этот период, 26 декабря 2017 года, она заняла пост главы Самары. 17 апреля 2019 на 14 съезде была избрана председателем Ассоциации Совета муниципальных образований Самарской области. Возглавив ее, Елена Лапушкина представила регион во Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления. Важно отметить, что на каждой занимаемой должности Елена Лапушкина вела и ведет открытый диалог с жителями, хорошо знает сложности и возможности органов местного самоуправления, готова работать над подготовкой предложений по важнейшим вопросам развития и укреплению основ местного самоуправления. Единовременные выплаты, медицинская помощь, льготное горячее питание в детских садах и школах в Самарской области продолжают оказывать необходимые меры поддержки мобилизованным в зону специальной военной операции членам их семей и вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и Украины. В правительстве региона прошло расширенное заседание Общественного совета по вопросам прав и свобод человека. В повестку дня включили темы, связанные с проведением специальной военной операции по защите Донбасса. Тема продолжат наши корреспонденты. Мониторинговые группы, горячие линии, видеоконференции и выездные приемы граждан в пунктах временного размещения. Это далеко не полный перечень поддержки вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины. С начала специальной военной операции по защите Донбасса в Самарской области с Донецкой, Луганской, Народных республик, Херсона, Запорожья и Украины прибыли более 2,5 тысяч человек. Людям понадобились временное жилье, медицинская помощь и помощь в трудоустройстве. Отдельно прорабатывались вопросы, связанные с несовершеннолетними гражданами, которые оказались на территории нашего региона. Все они были определены в общеобразовательные и дошкольные учреждения. Главная задача сейчас, которая поддерживается уже на протяжении долгого времени, безусловно, это образовательный процесс для ребят. Это первое, что было всегда поставлено губернатором во главу угла. Это медицинское сопровождение пожилых. Это перевод пожилых людей с приобретением гражданства Российской Федерации в наше учреждение социального обслуживания. На расширенном заседании общественного совета по вопросам прав и свобод человека обсудили не только необходимые меры поддержки для вынужденных переселенцев, проживающих на территории нашего региона. Большая работа ведется и по оказанию помощи мобилизованным гражданам и членам их семей. Для этих целей по инициативе главы региона Дмитрия Азарова и военного комиссара Алексея Вдовина создана рабочая группа, в состав которой включили и уполномоченного по правам человека Ольгу Гольцову. Это позволило своевременно выявлять наиболее актуальные вопросы о социальных выплатах призыве оказания своевременной помощи. Вопросы социальной поддержки военнослужащих и их семей, они сегодня так или иначе в наших обращениях, которые фигурируют, заслуживают сегодня обсуждения и оценки со стороны общественности. Самарская область делает все возможное для того, чтобы вовремя получили военнослужащие те надбавки, которые выделены губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова было принято решение о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей всем мобилизованным, а для более качественного медицинского обследования для лиц, подлежащих частично мобилизации в зону СВО, привлекли дополнительных врачей. На данный момент возвращено по состоянию здоровья граждан, признанных по мобилизации, около 20 человек, которые предъявили жалобы уже в воинских частях, им были проведены необходимые мероприятия проверочные, военно-врачебная комиссия, и они демобилизованы. Кроме того, Самарская область числе первых начала готовить социальные паспорта на каждого прибывшего из ДНР, ЛНР и Украины, для того, чтобы была возможность отслеживать судьбу каждой, находящейся на территории нашего региона семьи. В разрешении обозначенных вопросов сегодня задействованы практически все органы власти – региональные, муниципальные, законодательные, представительные, а также бизнес-сообщества и некоммерческие организации. Ольга Павлова, Константин Головин, События. Позаботились о братьях наших меньших. В Самаре вылавливают бродячих животных, чтобы отправить их в приют. Сегодня специалисты выехали в Октябрьский район, где обитает целая семья четвероногих. Специальную службу вызвали неравнодушные горожане. Подробности в сюжете Ксении Бакановой. Стая бездомных собак, что обитает на территории жилого комплекса Волжские высоты, по словам местных жителей, совсем безобидна. Животные к человеку агрессию не проявляют. Ютятся на открытой площадке около контейнеров с мусором. Там их подкармливают неравнодушные горожане. Однако долго это продолжаться не может. Скоро их убежище занесет снегом. Поэтому одна из жительниц вызвала специальную службу, чтобы животных определили в надежные руки. Отлов проходит гуманно с применением щадящего снотворного. После животное может бегать до 20 минут, пытаясь спрятаться. Далее его погружают в фургон и увозят в приют. Там собаку стерилизуют, вакцинируют, чипируют и выпускают обратно на волю. Либо находят для нее хозяина. Сначала нужно приехать, найти собак, понять, где они могут убежать, в какую сторону, сразу так все перекрыть, чтобы долго не бегать. И потом уже стрельнуть, последить и забрать. Все собаки сидят в сухих вольерах, их кормят, поют, то есть как положено все. По лучшим условиям, чем на улице вот так. Такие рейды в общественных местах необходимы для спокойствия и безопасности горожан. К тому же, таким образом, можно защитить бродячих животных от действий докхантеров, которые разбрасывают отраву на улицах города. Отлов собак – это один из вопросов, с которым можно обратиться к ответственным организациям на обучающих семинарах проекта «Мой дом». Они проходят во всех внутригородских районах Самары уже второй год. Там рассказывают, как благодаря активности жителей, а также эффективному взаимодействию администрации городского округа Самара и ее структурных подразделений, можно решить проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В частности, как производится отлов и куда направляют животных. Уникальность данного проекта, наверное, заключается в том, что создалась возможность наладить непосредственную коммуникацию жителей с надзорными органами и решить те насущные коммунальные задачи и вопросы, которые у них назрели. Местные жители планируют навещать животных в приюте. Уже сейчас для них собрали теплые вещи. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Рабочие заканчивают перенос инженерных коммуникаций. Напомню, 5 декабря в понедельник открыли движение в районе улиц Полевой и Новосадовой. Теперь водители, которые едут в сторону старого центра, смогут уйти с Новосадовой на Полевую и далее двигаться по намеченному пути. При этом открывать движение для общественного транспорта пока не спешат. Специалисты будут пристально следить за дорожной обстановкой. И в случае, если пропускная способность полосы позволит, сюда будет перенаправлена часть подвижного состава. Решение будет принято в пользу удобств для пассажиров общественного транспорта. Все процессы, связанные с возведением станции «Театральная», находятся на непрерывном контроле регионального заказчика, подрядчика и мэрии Самаре. В числе приоритетных задач – минимизация временных неудобств для жителей. Станция «Театральная» свяжет удаленные районы Самары, в том числе Безымянку и Юнгородок, с исторической частью города. Весь путь в подземке будет занимать 20-25 минут, а поезда будут ходить каждые 7-8 минут. Это, конечно, замечательно. Это развитие для города. У нас очень модный, классный город. Большой поток туристов. Многие горожане, кто здесь очень много лет живет, радуются, как все меняется к лучшему. Конечно, еще одна ветка метро – это просто потрясающе. И все наши люди, кто по долгим пробкам перебирается с одного конца города в другой, конечно, на метро. 15 минут – и ты на месте. Поэтому это, конечно, большой плюс. Получил знания – примени их в жизни. Дом 182 по улице Новосадовая преобразился благодаря активной жизненной позиции его жителей и знаниям, полученным ими в рамках проекта «Мой дом». Программа «Мой дом» работает в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Управляющим микрорайонами рассказывают, как эффективно решать вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Подробности далее. Новое крыльцо и отмостки, а также свежий фасад появились в доме 182 по улице Новосадовая. Все благодаря активной жизненной позиции его жителей и информации, которую они подчерпнули, посещая лекции проекта «Мой дом». Программа «Мой дом» начала работать в Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в 2021 году. На лекциях знания в сфере коммунального хозяйства получают старшие по домам – председатели ЖСК и ТСЖ. После запуска программы «Мой дом» активность жителей резко возросла. То есть у них появилась масса вопросов, и они знали, куда обратиться. После обращения люди получали ответы и алгоритм действий для решения тех или иных проблем. Мы узнали взаимодействие работы с управляющей компанией. Кому обратиться, кураторы. Элементарный пример – отремонтировать крыльцо нашего подъезда. Обратились при управляющей компании. Есть РЭО – это районно-экспериментационное управление. Но их несколько по району. Это представители управляющей компании. Обращаемся к ним с нашим вопросом. Составляется протокол. В протоколе перечня работ определяется. На основании принятых решений управляющая компания приступает к работе. Дом 182 по Новосадовой преобразился благодаря активности жителей, а также эффективному взаимодействию администрации городского округа Самара и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проект «Мой дом» призван повышать грамотность населения в части обслуживания многоквартирных домов. Он в помощь нашим жителям для того, чтобы им было понятно, как правильно взаимодействовать с управляющим компанией, с ТСЖ, как решать вопросы, если они возникают в части обслуживания имущества многоквартирного дома. Каждый житель города может повлиять на облик родного двора или дома и получить ответы на интересующие вопросы благодаря современной интернет-платформе ГИС ЖКХ. А еще в этой цифровой системе можно подавать показания счетчиков на воду, электроэнергию. Специалисты признают, ГИС ЖКХ позволяет каждый месяц сокращать долги по коммуналке в среднем на 5%. Александра Гусева, Виктория Шарея, Елена Чернявская, Константин Головин. События. Сколько детей учатся в самарских школах искусств и многопрофильных центрах, где можно подобрать для ребенка подходящее занятие? Развитие сферы дополнительного образования обсудили на совещании в администрации Самары с участием главы города Елены Лапушкиной. Главы профильных департаментов рассказали, как реализуются федеральные программы и нацпроекты в городе. С подробностями Светлана Кудрявцева. Почти 140 тысяч детей в Самаре занимаются в музыкальных, художественных, спортивных школах, многопрофильных центрах и других учреждениях дополнительного образования. Более 10 тысяч человек ходят в детские школы искусств, которые находятся в ведомстве городского департамента культуры и молодежной политики. А свыше 128 тысяч детей посещают учреждения под ведомственное департаменту образования. Причем 1987 детей имеют особенности здоровья и учатся по адаптированным программам. Развитие сферы дополнительного образования обсудили на совещании в городской администрации, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. В Самаре реализуются программы естественно-научной, гуманитарной, технической, физкультурно-спортивной и художественной направленности. Выбрать занятия для ребенка можно в навигаторе дополнительного образования детей. В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» продолжена работа по внесению дополнительных образовательных программ различной направленности на сайте навигатора дополнительного образования детей. У нас на сегодня на сайт внесено 4117 программ. Хотелось бы сказать, что эта деятельность новая. В течение последнего года учреждения департамента образования участвуют в заполнении навигатора. Навигатор – это та система, в которую каждый житель, используя ее, может подобрать занятия в системе дополнительного образования для своего ребенка. На базе всех общеобразовательных учреждений детей вовлекают в спортивные секции и творческие студии «Кружки». По словам Ирины Каковиной, ставки педагогов дополнительного образования есть в каждой школе. Продолжается оснащение самарских детских школ искусств музыкальными инструментами и профессиональной литературой в рамках национального проекта «Культура». Год текущий, 22-й, 10 учреждений, объем бюджетных ассигнований из федерального областного бюджета и городского составил 57 миллионов в 300 тысяч рублей. На сегодняшний день поставлено нам оборудование метод литературы и инструментов на сумму 52,6 миллионов рублей. С 2019 года Самарские школы искусств в рамках нацпроекта «Культура» обновили фонд музыкальных инструментов на 67%. В планах обновить фонд еще двух учреждений в 2024 году. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Увеличить популярность и охват аудитории газеты в современных реалиях. Этот и другие вопросы обсуждали на читательской конференции совместно с представителями СМИ. Встреча прошла в здании Дома дружбы народов. На повестке у собравшихся была татарская газета «Бердемлек». Что планируют сделать, чтобы сохранить одно из старейших изданий региона, узнала наша съемочная группа. Издание «Бердемлек» выходит в Самарской области с 1990 года. Эта уникальная газета стала первым национальным изданием в современной истории региона. Сейчас постоянный тираж составляет 2000 экземпляров. Газета рассказывает о жизни простых людей, работников образования, медицины, сельских тружениках, а также о национальных праздниках, обычаях и традициях татарского народа. Особое внимание уделяют социальным, религиозным и культурным темам. Как отмечает главный редактор Даниэр Сайфиев, популярность издания снижается. Редакция организовала встречу с читателями, чтобы выяснить, о чем они хотели бы прочесть на страницах газеты. Печатные издания, ну я, например, с твоей стороны вижу, чтобы оно всегда выглядело не хуже, допустим, других печатных изданий. Там то ли это будет других национальностей, но чтобы мы шли, шагали в ногу со временем. Отдельно обсудили дизайн издания. Это одна из главных возможностей привлечь новую аудиторию. С нового года, наверное, немножко поменяем дизайн газеты, сделаем ее более современной, более красивой. Я надеюсь, она тебе понравится. Варианты дизайна тоже здесь будем обсуждать. Помимо газеты «Бердемлек» в Самарской области выходят еще два национальных периодических издания на татарском языке. Журнал с десятилетней историей «Самар Татарлары» выпускается сразу на двух языках и пользуется популярностью не только в регионе, но и за его пределами. Его даже отправляли в другие страны по просьбе читателей. Также в Самарской области выходит и газета «Салэм», которая ведет свою историю с начала 2003 года. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Темперамент, экспрессия и эмоции, которые позволяют забыть о времени и полностью раствориться в танце. Хореограф с мировым именем Эльвира Таха провела для студентов Самарского государственного института культуры мастер-класс по джазовому танцу. На тренировки побывала и наша съемочная группа. Ритм, энергетика и изоляция тела. Известный хореограф и балетмейстер Эльвира Таха проводит для студентов Самарского института культуры мастер-класс по джазовому танцу. Это удивительная культура, которая основывается на первой, как и в музыке, это ритмическая синкопированная структура, когда ты можешь телом синкопировать, чувствовать именно джазовую музыку через синкопы. Это сумасшедшая изоляция тела, владение джаза и танцовщик. Это универсальный танцовщик, он может называть все, потому что он включает очень много техник. Наш характер танца русский, он параллельно перекликается с джазом. Эльвира Таха – хореограф Всероссийского образовательного молодежного форума «Таврида» и Всемирного фестиваля молодежи студентов в Сочи. Балетмейстер известных российских мюзиклов, эксперт высшей категории фестивалей в России и за рубежом. Обладатель медали и личной благодарности от президента России за вклад в развитие молодых деятелей культуры и искусства. Студентом Самарского института культуры Эльвира Таха рассказала о разных направлениях джазового танца, в том числе основах, которые уходят своими корнями в афроджаз. Мы всегда очень мечтали именно развиваться в нашем институте. Всегда хотели, чтобы были разные направления. То есть не в одном работать, а всегда по-разному. И когда есть возможность еще от института поучаствовать в каких-либо дополнительных мероприятиях, направленных на наше развитие именно в хореографическом плане, мы всегда только «за». Мы очень счастливы и надеемся, что дальше это продолжится. У нас работают определенные преподаватели, мы берем от них определенные техники. Когда приезжают какие-то другие люди, это большой шанс получить какую-то новую информацию, изучить новый материал. Самарский институт культуры уже не первый раз приглашает авторитетных специалистов для бесплатных мастер-классов. В ВУЗе планируют сделать это традицией. Это действительно важно для становления будущих специалистов. Они должны видеть все. Чем больше они знают, тем больше у них есть возможность выбора. выбора того, кем они станут по окончании нашего ВУЗа. Поэтому я думаю, что все, что есть в силах кафедры, все возможное мы сделаем для того, чтобы наши студенты получали лучшие знания. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. В Самарской области проходит первый Кубок России по керлингу среди мужчин. Лада обыграла Ишсталь со счетом 5-1. А до конца текущего года в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Чайка» появится лыжероллерная трасса. Обо всем подробнее смотрите в нашей рубрике «Новости спорта». В Самарской области стартовал первый Кубок России по керлингу среди мужчин. В составе команд сильнейшие российские керлингисты, участники Олимпийских игр и чемпионатов мира. Об этом сообщает Департамент информационной политики Самарской области. На основании регламента соревнований на первом этапе команды поделены на две группы, по 8 в каждый, и играют по круговой системе. На втором этапе пройдут игры плей-офф, полуфиналы, финал и матч за третье место. В составах команд выступят скип олимпийской сборной по керлингу, на Олимпиаде в Пекине Сергей Глухов, призер чемпионата мира Александр Еремин, четырехкратный чемпион России Алексей Тимофеев и многие другие. Завершится турнир 8 декабря, после него в борьбу вступят женщины. «Лада» обыграла «Ишсталь» со счетом 5-1. Перед матчем с «Ишсталью» в состав «Лады» вернулись Михаил Мокин, Вадим Хлопотов и Степан Стишенко, пропустившие достаточно большое количество матчей из-за травм. В дебюте игры Глеб Шабаршин неаккуратно сыграл против Михаила Железнова, и хозяева получили численное преимущество на 5 минут. Алексей Митрофанов и Иван Романов забросили по шайбе, создав хороший задел – 2-0. Под занавес периода соперники обменялись шайбами. Константин Рыжов в большинстве сократил счет, а лучший снайпер «Тольяттинцев» Никита Анаховский вновь довел преимущество «Лады» до двух шайб – 3-1. В дебюте второго периода Мокин выдал передачу Георгию Бусарову, и тот забивал уже в пустые ворота – 4-1. В середине матча «Тольяттинцы» больше минуты играли в пятером против трех соперников, но счет не изменился. В концовке гости заменили гол кипера шестым полевым игроком, но Романов, отправив шайбу в пустые ворота, оформил дубль, установив окончательный счет 5-1 – победа «Лады». Лыжи-роллерную трассу для учебно-спортивного центра «Чайка» планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года, сообщает телеграм-канал Министерства строительства Самарской области. Объект предназначен для круглогодичного проведения тренировок и официальных соревнований для профессиональных спортсменов, а также массовых катаний любителей лыжного спорта. Общая длина трассы с асфальтовым покрытием и искусственным освещением составит 6,2 километра. Проектом предусмотрены мобильные трибуны на 100 посадочных мест. В зоне финиша установят электронное информационное табло. В настоящее время ведутся работы по возведению двухэтажных обогреваемых помещений для судейского состава и представителей СМИ. На самой трассе завершаются работы по устройству асфальтового покрытия. Ведется установка наружного освещения и наружных сетей связи. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале городской администрации Вести с Дворянской сообщает, что в 2023 году в Самаре продолжится работа по благоустройству дворов в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, в 2022 году в областном центре только по нацпроекту преобразилось 56 дворов. Так, администрация железнодорожного района Самары заключила контракт с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству пяти дворовых территорий по следующим адресам. Рабочая 85, спортивная 12, 14, улица Гагарина 29, улица Гагарина 41, улица Революционная 143, 145, 145А и 147. В рамках благоустройства запланированы работы по ремонту внутриквартальных проездов, обустройству парковочных карманов, тротуарных дорожек. Предусмотрена установка детских и спортивных комплексов с безопасным покрытием, скамеек, урн, ограждений, проведено освещение и озеленение дворовых пространств. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и соцподдержки рассказывают, как получить разрешение на распоряжение имуществом, собственником которого являются несовершеннолетние дети. Консультацию дает начальник отдела организации деятельности по опеке и попечительству Наталья Будорина. Администрация Советского района Самары решила напомнить своим подписчикам о правилах поведения на катках. Катание на коньках – занятие прекрасное, но травмоопасное. Чтобы эмоции от посещения катка остались только положительные, нужно выбрать теплую одежду, которая не сковывала бы движений. Обязательно наденьте перчатки или варежки. Важно подобрать правильный размер коньков и хорошо их зашнуровать. Коньки должны плотно сидеть на ноге. Если конюк сидит неплотно, легко подвернуть ногу или получить более серьезную травму. Не пересекайте поток катающихся. Избегайте любых столкновений, ведь даже легкое касание способно привести к падению, а падение – к травме. Если развязался шнурок, не стоит останавливаться и пробовать завязать его на льду. Лучше отойти к скамейке и завязать шнурок там. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова